Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Алане» коллеги Евгений Игоревич. Евгений Игоревич, поздравляем вас с победой. Поделитесь, пожалуйста, эмоциями, впечатлениями и мыслами после матча с «Убаневым». Ну, хоть это и не настоящий домашний матч, но первая победа домашняя, можно так сказать, для нашего штаба очень важно. И, мне кажется, важно, что команда провела цельно всю игру с первой до последней минуты. Мы владели инициативой, на мой взгляд, еще без цифр доминировали и, в принципе, заслуженно победили. И мы довольны игрой, целостностью игры сегодняшней. Поэтому поздравляем болельщиков с победой, которые заждались уже до домашнего какого-то удовольствия от происходящего и эмоций. Поэтому все очень рады. Ну, так как времени нет, долго радоваться уже через три дня от нового матча. Поэтому будем готовиться к игре. Вы сразу же обмолвились о предстоящем матче. Хотелось бы уточнить, как команда в целом справляется с такой обгрузкой, так как график, понятное дело, нелегкий. Через три на четвертый матч в мае предстоит еще два домашних подряд, четвертого и восьмого. Как в целом? Я не думаю, что после двух-полномесяца подготовки сыграть три игры подряд тяжело. Это не проблема для команды. У нас обойма большая футболиста. Поэтому не вижу проблем. Да, перелеты где-то сказываются. Особенно переходы из искусственного на естественный газон. Но сейчас мы на базе уже, наши агрономы подготовили поле. Мы тренируемся на естественном газоне. В принципе, можем никуда не дергаться, спокойно готовиться к различным там условиям проведения матча. В домашних условиях там в Владикавказе. Поэтому сейчас немножко эта проблема ушла. Вот. Ну а так, как бы надо, там какого-то эйфории нету. Все равно такого удовлетворения большого нет, что мы сильно отстали. И важная победа, но еще впереди есть матчи постараться на таком же уровне их провести, чтобы как-то скрасить этот сезон. Постегнет ли психологически эта победа нашу команду на предстоящие матчи до конца сезона, на наш взгляд? И вообще, в целом, каков настрой на остаток сезона, учитывая, что чисто математически мы можем оказаться на местах для участия в таковых матчах? Не, естественно, что никто... Мы ни на секунду не ослабевали работу и не бросали там, условно говоря, весла. А просто каждый день работали. Ну так складывалось, что не получалось проводить качественный матч. И сегодня вот он, наверное, за все время нахождения нашей работы с командой такой целостный он был с первой до последней минуты, повторюсь, где команда не уступала в борьбе и создала очень много моментов. Вот и в первом тайме были хорошие эпизоды для забития гола. Но, конечно, это недостаточно, чтобы реально претендовать один матч, условно, за 20 матчей. Конечно, это не очень хорошо для нас. Мы об этом осознаем, принимаем ответственность на себя, ищем решения проблемы, ищем варианты ведения игры такого, которое было бы удобно команде. Вот, если кто внимательно смотрел, мы так чуть отошли от стратегии, поменяли глобально, может быть, не от идеи, а от принципа, но просто поменяли стратегию ведения игры, чтобы команде, которая долго играла в определенной манере, сложились и результаты, и как бы эмоции были, и так чуть-чуть изменили игру. Вот ребята помогли как бы это осуществить, потому что короткий промежуток времени был для подготовки, практически не было времени, именно смена стратегии. Но в команде опытные игроки, они могут по-разному играть, и вот два матча, ну, так они, в принципе, может быть, не по результату, но по качеству мы довольны остались. И даже проигрышный матч предыдущий, он оставлял какой-то позитив именно, когда ты посмотришь внимательно на игру и дает какую-то надежду. Вот, и сегодня он уже как бы детали подправили, сегодня намного лучше целостней команда была. В плане эмоций, ну, я не вижу у футболистов какого-то упаднического настроения, ни в тренировочном процессе, ни в матчах, просто давлеет эта психология, да, когда ты не можешь долго выиграть, ты как бы начинаешь иногда торопиться поспешные решения принимать, у тебя нет, естественно, от победы окрыляют, и надеемся, что сегодняшний матч даст импульс такой позитивный, веры добавится. Я не вижу, что они не верят, да, в команду, в болельщиков, такого нет. Но вот именно конкретно 90 минут проводить на эмоциях победы важны, безусловно, и это, надеемся, что такое влияние окажет на игру команды. Помимо приятной, крупной, домашней победы, сегодня Ислан Ушухов вошел в топ-3 бомбардиров чемпионата, молодой футболист Тарас Гоглоев отметился дублем, а Ростислав Салдотенко, нашего кипера, вошел в топ-3 вратарей по сухим матчам за ланью. Тяжело не спросить, у вас слова пожелания, поздравления в адрес этих ребят сегодня? Ну, хорошие, хорошие цифры, я не знал. Блин, мне кажется, здесь, честно, я не люблю выделять личности, все-таки это коллективная игра, и на мой взгляд, что он должен больше забивать. Ислан, у него есть потенциал, у него много моментов, он должен, как бы, искать резервы, ставить себе более высокую планку, 20-25 мячей. Раньше, как бы, форварды в первой лиге такие результаты имели. 20 это была норма, просто даже в мое время, когда я играл в Томске, там, Антипинка, 20, Киселев, 19. Это норма для нападающих, поэтому надо ставить планку и стремиться к ней, искать резервы в тренировочной работе, восстановлении на поле, как можно эти мячи, где их можно найти. А то, что Тарас забил, я рад за него, молодой парень, воспитанник, и, как бы, проявляет себя на тренировках хорошо, потихоньку, как бы, подключается, очень такой скромный, хороший парень, надеюсь, что будет слушать тренеров, будет, как бы, так, серьезно относиться к игре, к футболу, к работе, и это только начало. Да, мастерски разобрался, очень четко, поэтому пожелаю ему удачи, но Ростик здесь, ну, как бы, вратарь, который много связано с ним, пожелать ему стабильности, и выйти рано или поздно, оставаться здесь всегда, вот, застать премьер-лигу, застать, может быть, какие-то хорошие моменты в своем клубе, в родном, вот, никуда не дергаться, вот, такие пожелания. Ну, и, несмотря на положительные моменты, есть и ложка дегтя, сегодня у нас много отсутствовало Николая Геодобиани, а также в прошедшем матче повреждение получил Алон Бутаев, хотелось бы услышать, возможно, какие-то примерные сроки восстановления и характер степень тяжести повреждения. Ну, по Алону я скажу, что мы долго не могли определиться, потому что те исследования, которые мы проводили, они не давали четкой картины, и мы потратили время на принятие решения, какие средства нужны, какие ресурсы подключить для восстановления, и только вчера буквально мы поняли, что там есть повреждения, и фактически это 10 дней. Вот, а по Коле, ну, у него, как бы, обострение, да, то, что проблема, которая была с голеностопным суставом, вот, он работает, продолжает работать, но вот она давала... Он, в принципе, последний матч я проводил уже, ну, как бы так, не полностью здоров, вот, но из-за того, что, как бы, нужно команде, и он это понимал, и оно, естественно, что усугубляло, и в какой-то момент уже, как бы, просто не мог терпеть парень, и мы решили, что, ну, нет смысла рисковать здоровым, потому что, ну, невозможно, ты не можешь даже показать все, что ты, на что ты готов, потому что у тебя есть болевые ощущения, вот, надеемся тоже. Пока точных сроков не могу назвать, это такая не очень приятная травма, которая мучает, и точно не могу сказать. Ну, конечно, жалко, но, по другой стороне, и некоторым игрокам, которые не имели игрового времени, да, появляется возможность проявить себя, и как-то открывается окно для, там, для игрового времени, поэтому, ну, что есть, то есть. Не получается как-то вот у нас стабильно готовить команду, чтобы кто-то не выпадал, но это часто бывает, что ты делаешь максимально все, стараешься, ну, и работа физиотерапевта, доктора, она, ну, на мой взгляд, очень качественно профессионально, ну, ничего не сделаешь. Раз и, ну, даже суперпрофессионалы не смогли увидеть там повреждения. Долго смотрели, мы отправляли в другие команды, в другим врачам, но тоже не могли найти причину. Поэтому так все затянулось. На последнее хотелось бы отметить, что сегодня группа болельщиков звучно скандировала в вашем имя и фамилию в особо яркие моменты игры, и в целом хотелось бы поинтересоваться, как вы относитесь к подобного рода кричалкам. Всегда это, всегда от любви до ненависти один шаг. Я просто всегда это вспоминаю. Один раз в Калининграде мне фанатская трибуна вручила свой свитер, а буквально через несколько месяцев уже последними словами обзывали. Поэтому здесь, ну, как бы это такая профессия, должен с этим смириться, потому что люди и на эмоциях, они могут говорить разные вещи. Безусловно, как бы это приятно, но я не, как бы не отношусь к этому каким-то там пиететам. Мне кажется, для пацанов очень важно, да, вот когда выходил Хабалов, и ему болельщики кричали, там, красавчик. Вот это дорогого стоит. А тренеры, они, ну, как главные действующие лица игроки. Вот поэтому я со смирением отношусь и знаю, что все может очень быстро поменяться. Поэтому, ну, спасибо за то, что вот они, как бы, команду гнали, и я не увидел упрека, да, несмотря на результаты. Те, по крайней мере, те болельщики, которые здесь на стадионе, те, которые в городе встречаю, в Валде-Кавказе, никто не сказал какого-то там негативных слов в адрес команды и продолжают верить и надеяться на исправление ситуации. За это им низкий поклон и спасибо большое.